МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы все готовы, пора начинать. Дорогие друзья, сегодня список продуктов прислал Дамир. Он большой любитель форели. Так что мы начнем делать такое интересное, полезное и, самое главное, вкусное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выбираем свежую форель. Обратите внимание на признаки. Первое, запах. Он должен практически быть невыраженным. Шкурка должна быть упругая. Плавники не должны быть сухими и склеиваться. Глаз должен быть прозрачным, не мух. Мясо свежей рыбы достаточно эластичное, чтобы, нажимая на него, и на тельце не оставалось в мете. Свежая рыбка отличается блестящими жабрами, нормальный цвет которых это розовый или ярко-красный, в зависимости от вида. Лучше всего покупать охлажденную рыбу или живую. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Удивительный рецепт будет заключаться в том, что у нас филе форель уже почищенное от косточек. То, что мы рыбу будем обогащать кальцием, творогом. То есть у нас получится такой продукт, в котором есть и белок, и кальций. Форель сырая. Добавляем немножко творожок. 5% нормальная. Так, это сливочный сыр. Так, добавляем яичко. Так, добавляем туда мы домашнюю сметану. Ну и теперь самое главное. Соль. Перчик. Я уже говорил, я долго не люблю находиться на кухне, наверное, и вы тоже. Поэтому я стараюсь рецепты делать такие, чтобы было быстро, емко, вкусно. Так, добавляем туда петрушку без стеблей. Ну, вообще, петрушку. Только можно и укропчик добавить. Мы тут и укропчик давайте добавим. Такой будет у нас. Вообще, мы готовим суфле. Суфле это... Французы придумали блюдо очень нежное. Дышащее такое переводится. Переводится с французского как дышать. Поэтому, смотрите, мы обогатили. Чем только не обогатили, у нас тут и кальций, и белок, и зелень. То есть, все, что можно, мы добавили. Вот эти не будем выкидывать, мы будем ароматизировать нашу воду, когда будем варить на пару. И добавляем немножко мускатный орех. На терочке натираем. Мускатный орех дает мускатный аромат. Лучше использовать настоящий орех. Рыба всегда была в меню спортсменов. Это отличный продукт, который позволяет держать себя в форме. Дорогие друзья, всем привет. Я Казыбаев Ануар, мастер спорта международного класса по палеотлуму. Сегодня вместе с вами мы сделаем тренировку на верхний плечевой пояс и на пресс. Погнали. Первое упражнение – это отжимание пальцев руки ромбиком. Поехали. Становимся на колени. Начнем с коленей. Руки ромбиком. Отжимаемся в этом положении. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Делаем три серии по 12 раз. У кого позволяет функционалка, возможность. Поднимаем ноги. В упор лежа. И поехали. Раз. Два. Три. Четыре. И поехали так. Три по 12 раз. Три по 12 серии. Отлично. Следующее упражнение мы делаем на пресс. Садимся. Садимся. Руки назад. Делаем опору. И поднимаем коленки. Оба колена к себе, к груди. В этом положении находимся. Поехали. Раз. Два. Стараемся ноги не опускать, а в таком зависающем положении. Делаем так же. Три серии по 12 раз. Раз. Отлично. Три серии по 12 раз закончили. Поехали. Упор лежа опять принимаем. Уже исходное. На ладони. Полностью становимся в упор лежа. Делаем отжимания. Подтягиваем правое колено к левому локтю. Раз. То же самое. Левое колено к правому локтю. Два. Делаем так вот. Такое скручивание получается. Делаем три серии по 10 раз. Будет достаточно. Упражнение на пресс. Так же делаем скручивание. Ложимся полностью на спину. Коленки можно, ноги можно полностью не выпрямлять, а оставлять в согнутом положении. Ложимся. Руки за голову. Поехали. Левый локоть к правому колену. И так же наоборот. Таких делаем три серии по 10 раз. Обязательно левый локоть к левому. Вернее правый локоть к левому колену. Левый локоть к правому колену. И завершающее упражнение. Исходное положение. Мы становимся упор лежа. Опять же выгибаемся в лодочку. И с этого положения коленочки подтягиваем к груди. Раз. Исходное. Два. Исходное. Таких мы делаем с вами 3 по 12 раз. Отлично. Всем хорошего настроения. Улыбайтесь. Радуйте близких. Пусть у вас все будет хорошо. До скорых встреч. Прям идет такой характер. Прям смело так отливается. Так еще чуть-чуть. Пища физическая или духовная одинаково важна для нашего развития. Свой новый обзор лучших киноновинок и самых интересных книг продолжает нам готовить художественный кулинар Камила Тулебаева. Всегда интересно послушать, какую сегодня она предложит пищу для ума. Доброе утро, друзья. Вы смотрите рубрику «Пища для ума», где мы с вами обсуждаем кино и литературу. Мы часто говорим о знаменитых писателях, об их творчестве и фирменном стиле, но порой истории их жизни бывают не менее интересными. Сегодня я порекомендую вам три фильма о писателях, реальных и вымышленных, и объединяет их необычный, неординарный сюжет. «Гений. Биографическая драма» 2016 года с Колином Фертом и Джудом Лоу. Этот фильм раскрывает весьма нетривиальную тему – это отношение писателя и его издателя. Речь пойдет о дружбе двух выдающихся людей. Это писатель Томас Вулф и легендарный издатель и редактор Макс Пермов. Следующий фильм раскроет тему того, как иногда писатели слишком заигрываются со своими фантазиями и уходят от реальности воображаемый мир. Руби Спаркс 2012 года повествует о молодом, но уже успешном писателе Келвине, который находится в творческом кризисе. На фоне того, что и в личной жизни все не так гладко, он придумывает себе музу – идеальную во всех отношениях для него девушку. И однажды, придя домой, он обнаруживает ее живую и настоящую у себя в гостиной. Более того, Келвин понимает, что он, как создатель, может менять и управлять ею, изменив пару строчек у себя в рукописи. С моей точки зрения, фильм учит принимать людей такими, какие они есть, и в первую очередь рекомендуется категоричным идеалистам. И последний фильм на сегодня, 2017 года выпуска, и называется он «Жена». Кино повествует о писателе, который с семьей отправляется в Стокгольм, чтобы получить свою Нобелевскую премию по литературе. И все были бы счастливы, если бы не одно «но». Абсолютно все произведения этого писателя написаны не им, а его женой. Дело в том, что в начале карьеры юная талантливая писательница решила, и вполне обоснованно для того времени, что ее, как женщину, не будут воспринимать всерьез в литературе. Ее профессор, а впоследствии и муж, уговаривает писать свои гениальные романы под его именем. И так завязывается бесконечный клубок лжи. Женщину разрывает противоречие. С одной стороны, она не хочет разрушить брак и повредить репутации мужа. Ну а с другой стороны, ей как человеку обидно, что все регалии и признания премии достаются ему, а не ей. Так что же победит? Долг перед семьей или здоровое эго? Концовка вас удивит. Такая сегодня была порция пищи для ума. Смотрите хорошее кино и до скорого. Так, ну все. Теперь мы делаем такое. Бросаем нашу ароматную зелень в водичку. Мант, я думаю, он уже такой исконно привычный вкус. Можно, наверное, добавлять там аромат дыма. Так, выкладываем в силиконовые формы наше суфле. Любую рыбу можно использовать. Даже окуня нашего речного. Окунь, кстати, речной очень вкусный. Единственный большой минус его чистка, конечно. Но сейчас есть опции такие, прямо на базаре чистят. Поэтому речной окунь крупный, пожарить вообще обалдет. Так, ну все. В целом у нас готово. О-паньки. Ставим на 20 минут примерно. Все, засекаем время. Лучшее, что может подарить судьба, это счастье быть родителем. А самое хлопотное, что преподносит судьба, это тоже счастье быть родителем. Обращать совместно с детьми время в пользу или удовольствие предлагают наши мамы-блогеры в рубрике «Дочки, сыночки». Доброе утро! Я Замира Жапар, и вы смотрите рубрику «Дочки, сыночки» на телеканале Хаббат. Наша столица славится ветрами. И поэтому мы сегодня придумали сделать воздушного змея. Сделаем это на улице. Для изготовления змеи нам понадобится бумага А4, один лист, моток ниток, скотч и ножницы. Ну что, приступим? Прежде всего нужно сделать квадрат. Так, это мы отрежем. Теперь собираем таким образом. Отгибаем здесь такие уголочки. И скрепляем их скотчем. Следующий шаг. С помощью ножниц здесь мы должны сделать дырочки прямо через скотч. и вот здесь. И вот здесь сразу сделаем. Все. Теперь примерно берем нитку 20 сантиметров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И теперь эти две нитки между собой. связываем зубом. Так, первая часть у нас готова. Пока берем ее в сторону. Займемся декором. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Берем снова наши ниточки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь нашу веревочку с бантиками привязываем к нашему змею вот сюда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Следующий шаг и завершающий к нашим вот этим двум веревочкам нужно привязать наш моток ниток. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наш змей готов. Теперь дадим его детям. Пусть запускает. Побежал, Атанч. У-ху. Отлично. Иногда в голове бывают такие мысли, которые сложно обсуждать с родными или друзьями. Вот для этого и нужны психологи. Причем в нашем эфире Елена Тен рассматривает ваши вопросы исключительно анонимно. Она научит сохранять спокойствие, только спокойствие. Доброе утро. Меня зовут Елена Тен. Я психолог. В нашей рубрике отвечаю на ваши вопросы. Часто испытываю раздражение на ребенка. Как с этим справляться? Есть ряд методов, о которых я вам сейчас расскажу. Первый связан больше с выносливостью и терпением. Когда в ответ на капризы ребенка, на его плач или на его истерику, вы реагируете объятиями, успокоением и вынуждены принимать его чувства, это не очень гигиенично лично для вас, потому что эти чувства, к сожалению, накапливаются. После этого, как вы только справились с истерикой ребенка или вам пришлось его утешать в людном месте, вам тоже нужно сбросить куда-то свое напряжение. Для этого есть ряд методов, и я уже рассказывала в предыдущих выпусках о них. Это в первую очередь прокричаться, прореветься, выбить все подушки и ковры, то есть дать выход своим собственным эмоциям. Но есть ряд методов, которые более полезны и для вашей психики, и для вашего ребенка. И один из таких методов называется контейнирование. У него есть ряд версий. Первая версия простая. Это когда ребенок начинает злиться, обижаться и нервничать, вы начинаете называть его чувства. Это важная практика, хотя на первый взгляд может показаться странной. Когда вы видите, что ребенок обижен или сердится, вы говорите, я вижу, что ты обижен, я вижу, что ты сердишься. Называя его чувства, он входит с ними в контакт и успокаивается. И как ни странно, вы тоже успокаиваетесь. Это снимает раздражение и ваше в том числе. Но есть более продвинутая версия, когда вы называете и чувства ребенка, и свои чувства. «Сейчас ты кричишь на остановке». И я из-за этого очень сержусь, говорите вы, и, как ни странно, испытываете облегчение и успокоение. Попробуйте и попрактикуйте этот метод. На первый взгляд он выглядит очень простым, но, как ни странно, дает наилучшие эффекты. Для этого нужно осознать, что происходит лично с вами и что происходит с вашим ребенком. И когда вы называете эти чувства, во-первых, ребенок приучается понимать, что с ним происходит, и начинает понимать, что происходит с вами, вы тренируете его, эмоциональный интеллект, вы тренируете его распознавать, что чувствуют другие люди, отдаляете свои эмоции от его эмоций, принимаете его как отдельную личность. И еще очень важно, что раздражение – это никогда само по себе явление, не связанное только с вами. Это результат усталости, результат каких-то невыясненных отношений. И очень часто самые близкие получают наши эмоции в таком нераспакованном виде, именно потому что мы не вполне осознаем, что происходит с нами. Поэтому практика контейнирования поможет и вам разобраться, что происходит именно с вами и откуда взялось ваше раздражение. Берегите себя, проверяйте, откуда появляются ваши эмоции, какая ситуация их вызывает, какие мысли их вызывают. И постепенно, научившись обозначать и называть свои чувства словами, вы сможете с ними справляться. Желаю вам любить друг друга и понимать с полуслова. А вы можете задать свои вопросы в мой инстаграмм «Тренер Лосева». Ну что, дорогие друзья, наше суфле готово, поэтому мы сейчас будем его очень быстро подавать. Я его вытаскиваю, оно оседает, и его надо сразу есть. Силикон наш немножко не выдержал нежности, не хочет отпускать наше суфле. впервые, кстати, у меня такое, что... Так, ну что, вот такое у нас. Так. Ну вот и готово наше прекрасное блюдо. Легкое, летнее, полезное. Приятного аппетита! И вновь полезное блюдо с ярким ароматом и по заявке зрителя готово к столу. Присылайте и вы список своих продуктов, чтобы я придумал вам новый рецепт. Прямо на этой кухне мы продолжим экспериментировать и обсуждать самое важное, интересное каждое вкусное утро. До связи!